На базе Центра специализированных видов помощи имени Аваева создается Центр амбулаторной онкологической помощи. Накануне глава региона проинспектировал проведение ремонта в помещении, где будет расположен центр. О том, каким будет новое учреждение, узнала Наталья Чекет. Создание центра в регионе ведется в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Медицинское учреждение будет состоять из диагностического блока и первичного приема дневного стационара для проведения химиотерапии. К нам будет прикреплено почти треть области, 478 тысяч населения. И здесь будет проходить и диагностика, и диспансерное наблюдение пациентов, которые уже заболели и наблюдаются в онкодиспансере. И плюс химиотерапевтическое лечение, легкое химиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара. В САОПе будут все направления, все нозологии онкологические. Стационар на 10 коек предполагается разместить в здании флигеля конца 19 века, который является объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс зданий Аваевской больницы. Сейчас в помещениях ведутся ремонтные работы. Даже штукатурка сохранилась. Ну, частично. Где-то мы сохраняем ее. Диагностический блок планируется развернуть в помещениях бывшего пищеблока. Готовность этого объекта составляет 83%. А капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года. Работы идут полным ходом. Видим, что очень внимательно относятся ко всем деталям. Это не техническая реализация проекта, а каждый элемент, каждое помещение прорабатывается. Видно, что все работают, загружены в это время, все заняты больше борьбой с пандемией. Но при этом плановая помощь не прекращается, что очень важно. С марта этого года в центре Аваева начала работать ПЦР-лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции. В день проводится порядка 1300 исследований. Это наибольший показатель среди всех лабораторий, действующих в других медицинских организациях региона. Насколько все грамотно организовано, разделены зоны, разделены полномочия, разделены функции. И люди между собой не пересекаются, те, которые приходят сдавать анализы на ковид, и те, которые получают главную помощь. По итогам посещения учреждения губернатор Игорь Рудани отметил, что для центра имени Аваева было закуплено современное оборудование для проведения тестов на ковид-19. Это позволило увеличить объем проводимых анализов и в дальнейшем планируется еще увеличить эти мощности.